Музыка Музыка Наконец созрели, перезрели Вот, пойдем собирать С Тимошей, Тимоша мой Помогает мне те которые остались после нашествия гостей а почему нашествия гостей посмотрите это уже на опустевшие места посажены еще кусочек наблюдений мы в кочущем питомнике тимош ну не встань я быстро сейчас идем мы в кочущем питомнике видите ряд абрикосов мощных могучих который все рекорды бьют в сибири то уж точно вот смотрим сюда вот этот ряд смотрите здесь не было никогда этих самых горшков и в результате мы получили вот такие саженцы вот этот будет оставлен один из двух на месте вот возможно вот это теперь смотрите красота третий год от этой яблоньки вот ее оставили не потому что она осталась и просто не выкупили но согласитесь что вот это мощный рост вот этот вот ей третий год она становится маточным деревом с нее можно будет срезать примерно так 15 веточек и получить 30 мощных мощных саженцев а что такое мощный саженец а вот они вот однолетка однолетка вот это скорейшего двухлетка однолетка однолетка трехлетка поняли да кочущий питомник значит что это саженец вытесняет все вокруг уже в метре вокруг нее ничего не растет вот вот эти будут выкопаны и после того как они будут выкопаны уже здесь ничего садить нельзя вот значит главный принцип не пересаживать один принцип который принцип выбирать лучше из лучших посмотрите какая красота остается навсегда видели вот так вот это был абрикос почему абрикос яблони потом снова абрикос потом снова яблоня вот она смотрите вот а потом из тех еще лучше яблоня останется это уже потому что они самые лучшие а самая лучшая потому что их никто не калечивает пересадки вот так ну тимоша пойдем перчиками разбираться никак не дойдем третья и последняя груша из то есть не последняя груша последняя 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 ох ты какая там красота висит соседа упадет жалко третья последняя груша нарядная фигма вот она да вот дело в том что сейчас прошел бы мимо хвататься нечем урожай что у меня вообще чернобаев слабенький вот они висят еще ладно не буду я приближать вот вот и наконец вот что меня удивило опять та же самая картина смотри смотрите сюда итак она уже какая-то у нее тоже она начала как будто их как шарик надули вот классическая форма в эти самые нарядные фильмы иногда попадаются вот такие вот но теперь смотрите то есть картина та же самая как и с этими грушами которые видят такое ощущение что кто-то надул просто удивительно это понять как будто кто-то ее надул уже я показываю третье дерево с необычными плодами сейчас минуточку сейчас минуточку сейчас вам покажу ту самую первую если я сейчас найду самую первую самую они по моему так остались там лежать ну тогда давайте еще туда пойдем посетите маша сейчас мы скоро закончим съемка за это устал вот ты мой верный друг вот ты мой верный друг и по моему а я их не собирал да вот они последние это еще то самое дерево которая лада которая стала вот такими вот для чего их собираю я еще не знаю они извинились так что опять меня будут упрекать том что я попортил сорта а я хочу вам то есть нить разговора кто не потерял вот сюда смотрю вот это самое крупное самое ярко выражено вот такая вот или вот такая вот вот кстати то что видите это сырость вот то что видите цвет у нее изменился в нижней части вот это парша но правда парша безобидно так вот я собираю эти груши думаю что я не буду делать еще не знаю семечки пустите или просто съесть ну и наконец сейчас все-таки мы перейдем вообще еще идем персику сбор урожая продолжается мы собираем персики вот каждый день понемножку сыпется и я сам критично вынужден объявить что мои персики не крупнее чернобаевских просто я надеялся что они будут крупнее все года они были крупнее чем у него хотя чернобаевские тоже мои но прошли через его руки и вот получается что видите точно такие же то есть год на год не приходится вынужден констатировать персики тоже измельчали вместе с яблонями грушами сливами вот если бы узнали что вот эти сливы на самом деле два раза крупнее ну придется верить на слово это такой вот так все собрал ну будем ждать когда дальше посыпаться ну пока друзья все кое-что собрали молодцы товарищи зрители и свечи скажи что твой дед собирает тепловой подушки я поближе и по направлению меня не дергай туда-сюда покажу сюда ближе 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 вот так вот это на еду косточки так в общем мы хотим сделать сок ты высок с ним делать это хорошая идея кстати на еще вот еще туда лезть тени в траве я уже не буду я могу поесть полезть и показывать деда пока показывать тепловую подушку убедились я подальше стану вот согласились что ему тут уютно с юга солнце вот северо забор правда низковатый все значит смотрите сюда вот эти два персика тут как видите рядом перского нет я принес оттуда где с привитых вот видите вот а сейчас мы с вами постигаем и стену вот это персики не привитая здесь гостей не было выражайчик небольшой ну в пол ведра набежит всего вот персики здесь не привитые вот это те самые которые называл персик грудью грудью это у меня абрикос самый крупный 100 граммовый персики я назвал броски вот у меня получилось так я уже говорил несколько деревьев тут смотрите сюда вот они деревья так вот они деревья сейчас мы сравнивать персики с привитого не привитого а ленин дмитриевич уверяет что привитые не привитые персики у него одинаково я говорю нет он говорит конечно все зависит от урожая сравнили мы вот так похоже два раза по весу вот здесь у меня еще из персики вот я это тут еще еще реже бываю по моему тут вообще урожая не было когда зеленых плохо видно вон они да эти вообще пустые прошлом году хоть немного было а нет нашел вот смотрите персик и персик это и весь урожай вот с этих нескольких деревьев так вот супер дерево здесь так сказать дерево лидер выглядит вот так она самая русая с ним брал сенки именно она дала самый большой урожай так я пока сюда положу еще раз смотреть сразу разницу но в средине привитых тоже достаточно крупный попался вот он но все-таки в среднем давайте так вот привитые кинул вот один уже червями съели разница огромная так ведерко не будет осталось и тут всего несколько штук прячется в кроне так ладно поняли все-таки при персик это я сюда привел все-таки персик сеянцевый мельче у чернобаев получилось почти одинаково почему вырожай больше а чем больше вырожай тем меньше персики а это одна причина а вторая причина почему вырожай больше потому что у него каждый день зимой до низких градусов тепле вот ну и так получилось тех деревьев я веточки не брал там персиков с гулькин нос вот а с этих реза вот посмотрите видите я по одно время принял такое решение это тоже всех касается смотрите меня при каждую зиму у меня начинается головная боль посмотрите сколько веток на прививку ну на даже на одном вот этом дереве их сотни согласитесь вот они везде и всюду они полноценные вот эти вот имеют рост вот они даже больше метра пожалуй вот они в среднем они от полуметра до метра смотрите что творится кстати вот еще персики висят вот и именно она супер рожай на почему я с него брал ветки у меня вот это касается обрезки до сих пор еще до конца не знаю где я прав день и про значит делая так и кстати видимо поэтому она больше пострадал и больше выражать дал но не берите с этого пример я их резал только из-за того что мне нужны веточки на прививку вот однажды я подумал чем вот допустим ветки да вот их много 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 вот как сейчас показать то как мне вам показать вот видите сразу их много вот я взял моду последние два года вот так вот раз сразу всю ветку на которой сразу там 10-15 видите вот смотрите сколько их вот вместо того чтобы каждую отрезать отрезать и делать множество мелких веточек надеюсь вы поняли я до сих пор не знаю как лучше почему вот казалось бы молодец обрезку сделал сеянца и получилось чуть ли не нормальный урожай их слабенький по моим меркам слабый те два года было больше а вот сейчас вас специально фотографии прилеплю то ли 15 то ли 16 года там по моему с моей мордой фотография убедитесь вот это уже слабенький но по сравнению с теми видите тут вообще его почти нет а вон там я вообще не обрезал я вам показал шесть этих персиков сеянцевых и тех самых которые ну что ли они не моложе просто немедленно развивались короче на них всего два персика наши два плодика и так вот эти два плода носит хорошо не условить как собирать раньше три штуки собирал тимоша тимоша вот тут много вон там вон там молодец покажи сколько собрал посмотрим хватит на рыбах но уже кое-что есть кое-что есть вон туда иди собираю там еще столько что и мы не можем их оставить что только рыбки нужны что ли так вон смотри сколько там так сейчас сбился смысле в общем я до сих пор не знаю или отрезать множество веточек по отдельности оставляя там две-три на развитие или сразу срезать ветку с 20-30 вот делал я это вот тут вот делал получил урожай но вы теперь у меня пример будете брать а и у меня там кстати есть от бродского не персик бродского абрикос от бродского да и он самыми жирными листьями я ему говорю сергею давай-ка мы не дожидаясь плодоношения стол старец таки знаете свою ладонь не дожидаясь плодоношения давай-ка мы быстренько привьем и получим следующее поколение то есть заниматься селекцией вот а он не говорит а давай бы обрежем на плодоношение он уже успел получить диплом техникума теперь он самый настоящий агроном вот а я говорю а ты знаешь я всю россию приучаю что нельзя подходить только ради того можно подходить чтобы нарезать черенков вот так вот ну какой-то молодец или жадный все так быстро собрал вон еще 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 и за тобой есть еще и там еще есть в общем поняли меня тема двойственная резать приходится а потом получается вот такая картина видите вот а потом получаются урожай который вот он еще не все упали ладно с этим закончили персики не привитые мельче установили резать в принципе нельзя и самая интересная тема дело в том что я пока ходил честное слово я не видел вот этих персиков вот я только раз вот это смотрите войлочная вишня я там показывал питомники там полутора лет сколько там один из плодов получилось как потом если считал да а вот еще один вот это вот деревца я показывал показывал я рекалину александ петровичу это для меня авторитет из авторитетов вот интересно случайно не случайно он приезжал ко мне с одним из этих самых работников или как называть сотрудников института красноярского с х только не помню какого и вот я им показывал вот допустим войлочная вишня на которой плоды кислые а вот войлочная вишня на которой спасибо брат это все до последнего собрал тут принят пол ведра так вот рекалина и его как его назвать то человека который он привез я угощал я повторяюсь весь специальный фильм они не морщились когда ели тогда урожая перчика не было это первый урожай вот вот он я еще ничего сказать про них не могу и висит их тут ровно раз два три ну может быть что-то сорвали гости они тут тоже ходят хотя в этот край редко добирается и так что мы видим еще мельче так мы знаем что по посещению рекалина что самые сладкие плоды волочной вишни оказались именно там где были привиты персики вспоминайте рекалин мужик настолько серьезно что является даже моим этим тоже как я преподавателем наших семинаров вот поэтому ему можно верить так и что получилось смотрим вниз он еще один упал но это еще мельче вот что получается персик еще больше измельчал на одном корне с ним волочная вишня которая улучшила вкусовое качество то есть сладкое сейчас мы распробуем и надеюсь а это елки рискнуть но если его сорву тогда он мне покажется кислый он еще твердый крепко висит жаль вы не узнаете мою реакцию когда он довисит до конца его распробую если не гости то я вот посмотреть вкусовое качество как изменились я не утверждаю что они станут больше похоже на волочную вишню но мне интересно все итак волочная вишня может служить подвоем для персика но скажем так более чуть-чуть лучших более этих более 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 теплых регионах хотя бы на пару градусов вот в сибири не рекомендую вот так саму вишню волочную рекомендую но персик все равно ее морозостойкость она 40 градусов держит и морозостойкости все-таки не достигнет у нас в вишня большой удар был нанесен 84 85 год 40 градусов зима когда я в этом году в чертом покупал этот участок здесь было пять вишен из них весной нормально было два три было мертвых полностью 2 2 из 5 но даже те две были очень кислые и возможно более сладкие то как раз и попались под блинчужным морозом чем слаще тем менее морозостойки но опять же говорю что вот таким образом я называю селекция наоборот можно на подвойный материал воздействовать привойным более сладкую вишню получили какой персик получится не получится но послужил все-таки он послужил он все-таки достойного все еще достойным подвоем здесь вы видите вишневойлочная вишневойлочная вон там вишневойлочная почему здесь густо ну так получилось черешня рядом и слива рядом и груша рядом я просто хочу вам сказать следующее этот экспериментальный сад загущенный пока они друг другу не мешает все цело обратите внимание черешня вишня груша так вылочная вишня снова груша персик все это в сумме защита от вредителей минимальная защита от сырости я плохо спасаюсь почему в этом году очень много сортов не бойся не то что несколько сортов груш попали под все-таки воздействие этих самых воздействие сырости ну ладно это отдельная тема и так на одних вишнях вишнях привиты персики погибли я сказал 20 выжило 3 вот одна там дальше 2 и 3 но что я хочу сказать вот для более теплых регионов подходит вовсе вишня но она в принципе сырость терпит вот вы не найдете никогда на моих вишнях вот и груши начали поддаваться я имею на плоды сами деревне чем делается вот поддаваться сырости то есть покрываться гимнолетом похожим на как бы это сказать слегка похожим на паршу видели вот а здесь остается одно углу вовсе фишин самое слабое место это корневая шейка найдем какой-нибудь образцовое дерево я покажу как надо ее садить недавняя посадка вот так вот выглядит холм молодого деревца смотрите вот это и есть для более сырых регионов здесь примерно высота если брать от плоской поверхности сантиметров 25 если ваш метр снега делайте полметра а полметра он должен уже растечься так этот холм что вам понадобится на него несколько тележек и он должен быть пологий ну что еще вот тут лежит яблоко жигулевская она лежит только потому что это должна быть следующая тема но как говорила шахеризада пора бы закругляться чуть не сказал более грубое слово вот вот-вот-вот его на посады как выглядит жигулевская яблоко в этом году все мелко мне удавалось получать яблоки жигулевская за 400 грамм весом вот смотрите никогда не обращал внимание сейчас обратил самый надежный сорт из культурных груш для сибири это конечно сварок в родителях у него уссурийская груша отсюда его невероятный морозостойка сервят уже должен долежать обещать довесеть до жары вот то есть не так если будет жара плоды будут сладкие если не будет жары только в переработку и все-таки для большинства сибиряков я имею ввиду транссип транссип проходит севернее меня это значит от урала и до дальнего востока новосибирск новосибирск красноярск амстомск амстомск и иркутск это вот для вас вот это вот все вот если она у вас никогда не замерзнет она не знает что такое подмерзание в моих краях она не знает что такое отсутствие урожая посмотрите что случилось вон висит это всего несколько плодиков нарядные фильмы видели это на все дерево вот потому что она более культурная вот так вот заканчивается наши прогулки по саду осенние было бы 10 раз больше бы фильмов но так уж получилось вишни сибирский штамба урожай был вот вишни жуковские сладкие вы же помните предпоследнем фильме как я гордился когда мой друг чернобаев говорил как он ел 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 вишню жуковскую насколько она вкусно и действительно вот я там сказал что я привез черенки из дедовского сада но я забыл сказать что дедовский сад находится херсонской области там до моря в 200-300 до черного ну что плодов больше нет не собрал еще только эти самые оккультуренную сибирку и просто сибирку все остальное у меня уже собрано ждет своих покупателей хотите иметь такой сад загибаю еще раз пять пальцев вот это косточки манджурского абрикоса и его сыновей фотографию прикрепляю это косточки слива китайки темно-синий вот и ее разновидности красно-желтый красно-синий и совсем темный еще фиолетовый вот эти вот темные сорта сливы у нас подносит каждый год выражая каждый год всех их собрал по трехлитровой банке учитывая скромные запросы хватит за глаза ну и наконец семечки вы культуры это уссурийская груша показываю еще это показываю а что показывать уже спилили показал чуть раньше может быть 20 минутами помните где тимоша с мамой собирает вот ее сосед спилил далее идет сибирка которую нельзя привать запрещено привать конкретно пишут запрещено привать колонавитки правильно подумаешь у меня рекордные урожаи мировые по урожайности по моростойкости вот по высоте так на всякий случай в этом фотографии и наконец да колонавитками не занимайтесь никогда у вас урожая не будет потому что рядом с моим урожаем сопутствовали и гибели и бесплодия в течение многих лет сумме отчинка выделки не стоит вот просто мне где-то лотерейный билет вытянул дальше заниматься не стал бессмысленно вот почему потому что плодушки которые растут густо-густо несменяемые через несколько лет исчезают и дерево можете выбрасывать даже не наявшись этих же колонавитных яблок если брать целом вот сибирка приговорена наукой как негодный подвоенный материал с плохой совместимостью но я этим занимался 30 лет с лишним вот но и не авторитет поэтому кто мне поверит вот так вот что еще осталось помнить осталось помнить вишню штамповую сибирскую вот там фотография у меня на ней привиты и вишня жуковская которые вы видели в предыдущем фильме да и в моих фильмах много видели вот вкуснейший вариант вкуснейший получился и черешки на которой можно привать его продвинуть примерно километров на тысячу на север через все это не шутки где моя государственная премия у меня есть пару открытий за которые на близко жду уже только у меня не хватает для этого двух этих двух где по двум причинам я не получил фраг не пошел и наука как-то наша стесняется заявлять своих мы же дебилы правильно мендели это там а мичурин загоне так вот да я как бы вслух рассуждаю просто хожу рассуждаю рассуждаю я по-другому не могу ну что ничего не слива вишня штампа еще не сначала мы уже путаю с четырех соснах четырех так манжурский абрикос сибирская сибирская сибирка яблоня груша уссурийская китайка вишня сибирская штампа а еще волочная вишня тоже по двое только сейчас он показывал на нем аж два плодика персика первый успех но за мной не заржавеет это означает что и так друзья что ой хорошо продолжу еще не пару минут отлично она вместе цепляется друг за друга все как у газа газманова мои мысли мои скакуны так смотрим а он еще один плодик данный на этих плоды измельчали на этих самых на персиках привитых на вот видите вот эти ветки вот они вот они смотрите вот они вот они вот они им нет цены пусть это первое поколение но второе поколение вот она вот видите смотрите персик на волочной вещи почему второе поколение когда вы будете вот это брать от учитесь от этих дебильных советов берите середины ветки когда вы будете брать с основания ветки вы тогда получите урожай на второй максимум третий год раз вот абсолютно здоровое привитое дерево 2 вот еще один нашел персик так сейчас я заканчиваю ну какой-то бесцеремонно ты же звезда экрана ты должен вести себя соответственно это они там разнузданные звезды кто сильнее разденется и у кого это чуть не сказал у кого длиннее вот а у нас наоборот у нас у кого крупнее понятно да так вот хорошо да осталось чуть-чуть правильно и закончится этот самая зарядка и пока зарядка не закончилась внимание самое главное мысль именно вот к этой теме до разбрасывай с мыслями растекаясь по древу ну что делать где взять другого железо другого по моему уже нет так вот так вот кстати когда мы уйдем с бродским моложе пять лет меня латинков все вопросы к нему вот это так слова пришлось грустная тема возраст ощущается долго ли продвинешься это вы купив семечки косточки этих самых вольских вишен если на них приведете потом вот эти уже привычные к ним персики это персико-станский все тот же вы получите также как я сказал что мы можем продвинуть черешню значит за счет вишни сибирской сады тысячи километров на север и на три тысячи километров на восток это же самое касается только конечно поскромнее будут результаты километров на 500 на север так и еще поэтому можно в отдельных местах приморья алтая хакаси красавского продаводельных местах вот это будет плодоносить вот я сделал самую главную часть работы у меня было сотни тысяч прививок вот одна из них 20 привитых это я повторяюсь как как это выглядит 20 привитых прививок персиков хасанских на волочные вишни так в этом году какие мелкая все мелкая мелкая смотрите невероятно ну ладно это так попутное замечание 20 прививок 20 пошло я еще хватался много лет назад потом долго и долго и долго их меньше 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 становилось и вот он успех и даже если в следующем году этот персик замерзнет кто-то должен достать из погреба из моего или из посылки и продолжать эту работу почему потому что я собрал отсюда косточки вольца вишни я назвал вишня универсальная запоминайте почему универсальная потому что она может быть самостоятельным подвоем она может быть самостоятельным деревом с удовольствием вкусными плодами я уже рассказал об этом и наконец она может стать самой настоящей сенсацией вот подвой вишня вылочная привой уносящий персик на во многих регионах россии так друзья жалуюсь вам не дает мне это юный отрок пяти с половиной лет снимать да я посмотрю он хоть снимает или нет дай проверю ну-ка 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 снимает давай так ну показывай вот это молодое дерево с вами ростов правильно ага посмотри сколько на них еще висит сегодня какое вот он мне самый оказался пользу персики давай посмотрим последний кто нашел один я 2 а чё ты так молча показываешь я вот так и говорю я значит случайно в последние упали из сенсовых персиков которые уже видели нет не сувенир это персик броски и последний гадали самая крупная вот пока и 7 вот это удалось самое крупное собрать а сейчас давай так я собираю давай вот сюда 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 вот сюда вот сюда покажу вот это слива падает сама так собираем пока не упадет тимоша вот сюда по на сливу и которая на деревьях вот она еще есть это уже последний ну вот такой вот деревце удалось нам где-то полтора ведерка это самое мало это я боюсь чтобы не обмануть вас на мульти все два потому что два с половиной вы видели когда она была более с какой стой 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 мы с тобой снимаем кусочек фильма серии прогулки по саду а где а вот и вот и на вот и вот это вот вот и на ветках его можно сфотографировать и сказать что накал она видно вот давай интересно что миллионы садоводов верят этому вранью запомните раз навсегда сливы абрикосы груши нет близко не за так чуть дальше сливы абрикосы груши никогда не были и не будут скал на видными я уже сто раз говорил колонна должна получается иметь не кольчатку плодовой почки таких капецами еще называют вот холодовыми образованиями а вот это невозможно я да я скажу это из сувенир востока это сувенир востока да это сувенир востока ну все это все равно не не показываешь забор то еще что-то все показал ветку слова показала в общем место слова покажи а какие урожаи бывает это только одна ветка дала пол ведра вот вот туда тут вот так вот видишь ли сломан спасти практически не а еще одно сломал а ну-ка иди с этой стороны где сломана один раз мне повезло я проявил достаточно благородство участие в судьбе вот и нашла на вот сюда показывает когда-то чижик николай иванович это пусть методом тыка вот огромная подборка предстоятельного хозяйства где все перемешано и добрые советы и смертельные советы вот но все-таки этот журнал сделал огромную сыграл роль в развитии садоводства россии 3 миллиона экземпляров по моему это был максим вот зачитывались вот он зачитался вот город ростаж отправил так они путали я какой так в общем отправил он письмо получил черенки один из них оказался с левой евразии 21 уже когда это сливы разе 21 раз на всю страну раз это как бы сказать раз звонила это и лично я вдруг оказалось что сычок александр иванович суперспециалист взял и поправил это сувенир востока теперь уже все знают что это сувенир востока что для себе она оказалась самой подходящей даже ты ну хорошо все сколько про него говорить это уже последний урожайчик а нет на том дереве еще висит ведерко вот еще где-то ведерко полтора висит у денисенко андрея мой второй а если мой считать первым то 2 считать чернобаева третий сад дублер так что еще эти косточки будут эти тоже предложены у него спасены вот не попадут компота вот предложены вам ну вот теперь кажется и все сказал кстати молодые сеансы персика как долго не не плодоносят вот этих вот раз два три четыре пять шесть я собрал пока два плодика я в одном из фильмов я их показывал ох долго но ничего зато стопроцентные персики придется пожертвовать потому что черенки из них подчеркиваю называю это форма сорт бродский напоминайте не персик от бродского а персик бродский который будет вам предложен мной в виде черенков и которые должны расползлись по всей россии где-то укрытые это красноярск новосибирск иркутск томск омск тюмень так где-то открытой форме это уже южный урал вот практически вся россия кроме самого севера вот такие дела значит есть шанс иметь нормальные персики здесь они прошли жесточайший отбор и по праву еще висит я мое отсюда увидел ну что делать ну и помните мою это самая шутка еще раз говорю я вас подожди закончу шутка участников этого самого юмористической передачи что сделает художник если твой велик там бонан участник передачи которая звучала так что сделает художник если его гениальная картина не будет повешено в эрмитаже или где-то там повесился сам в эрмитаже вот такой был примерно ответ вон они еще висят висят так висят но это уж точно самое последнее давайте еще раз разглядим сорвать один раньше времени никогда рука не поднимается не могу это уже моя фирменная особенность так а еще персик на волосся вишни по моему фильм уже видели висят или падают а кто-то уже тут поработал без меня последний остался но даже один является доказательство смотрите не пряжен не пришпилен вот видели да как бы вы скажете что это моя работа так персик хасанский так и больше не висит нельзя оставить сад ни на минуту тут ходят гости и работают 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 так ну поверили да теперь теперь на этом все наверное благодарю за внимание